ну что ребята всех с зимой настоящий у нас время уже четвертый час дня я сегодня ездила везде без машины по работе по делам в общем в 9 часов мне отогнали ее в бош-сервис вот я только забрала ее на мерзлась сегодня конечно я понимаю что декабрь что и должно быть холодно но мы если честно уже конечно ответ от таких холодов в прошлых годах так не было холодно в общем опять мы что-то поменяли сейчас разогреюсь немножко и поеду мне нужно заеду с переброслым еще мне нужно два банка сегодня буду готовить индейку с овощами вот те овощи гавайских смесь которые я купила в светофоре я сегодня сделаю просто с индейкой в духовке и с сливками это очень вкусно очень быстро очень легко для вечера вот сегодня очень продуктивный у меня день сегодня очень хороший у меня день я провела массу встреч я договорилась по двум пунктам я сегодня настолько с собой довольна что у меня настроение прям как весна если бы не холодно вот ну и сейчас поедем в магазин в принципе все я поеду уже домой благодаря мне сегодня отменился потому что ну так получилось а вообще день очень хороший я желаю всем продуктивной недели я желаю всем чтобы все у всех получилось кто что планирует и загадывает и все мы помним о том что все у нас в голове ой алиночка звонит телефоны разъезжаются телефоны на холоде просто с 90 процентов зарядки до 13 вот но это болезнь у всех телефонов с кем я сейчас не разговариваю да и независимо самсунг хорошие модели это или это яблоко тоже совсем далеко не последнюю модель вот жмёт холод жмёт сейчас у нас минус 10 ощущается как минус 21 ну вот такие в общем то у нас ребята дела всем желаю хорошей продуктивной недели всех люблю всех целую до встречи зашла в спорт мастер хочу посмотреть почем здесь беговые дорожки чтобы ходить 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 так это не то одна что раньше столько штук стоял из всего в общем есть на озоне очень недорогие беговые дорожки наверно может там заказать прям хотелось мне посмотреть вообще люблю спорт мастер здесь столько всего класс вот мой любимый отделчик где мы покупаем быков видите какие сейчас привезли-то вот я сейчас с другой стороны сниму здесь масса вот таких всяких штучек классно а еще привезли вот таких быков смотрите серебряные и золотые просто одна большая голова вот тоже шкодный бык вот красивый подарок вообще сундук классный отдел шикарный отдел да вот таких подарков купить кому нибудь вообще шикардос мне кажется очень прилично очень ну вот копилка не пришла моя большая которую хулиган у Наташи сказали до нового года придет но буду ждать я очень люблю этот отдел но вот эти просто головы тоже прикольные да мне кажется тоже очень зеленые люди сейчас мне надо Алиночке найти один приборат можно для этого аптеку вот здесь есть полка фарм можно туда заехать но подъезд неудобнее или уже до виду своей доехать здесь неудобно так ну сейчас ориентируюсь я сейчас ориентируюсь на солнышко ну так господи как хорошо что есть машина я сегодня поехала в одно место потом в другое потом в третье потом еще все это на такси но рублей 500 у меня сегодня на такси ушло как минимум что делать дома сидеть я не могу себе позволить такую розочку с таким количеством дел ждать они должны сначала были отдать в двенадцать машину в девять мы ее поставили утра в двенадцать должны были отдать потом в час потом в два но в итоге в четвертом часу я ее и забрала представляете сейчас бы просрала все дела прости господи и как раз в отдых все разве мужик мужик-то отменел на нынче Никто не уступит. Усирался, усирался, еду его. Едет 30 км в час в высоту. Ну, сейчас, естественно, я поверну на солнце, да? Сейчас сразу поеду где-то, наверное. Потому что, чтобы в 300 раз не грузить, я уверена, что они там будут. Ацидо, как он там называется. Ну, это при биотике, при кишечнике. Почистите немножко, чтобы только у меня немножечко щечка высыпало. И нам порекомендовали. Лактрофильтром она пила. Видимо, то ли уже привык организм к этому лактрофильтром. Ну, вот порекомендовали. Что он делает? Порекомендовали вот этот препарат. Сейчас мне нужно его найти. Ну, найду. В Ригу заходила сеть аптека Ригула. Ну, такая достаточно распространенная сеть. У них тоже хороший всегда ассортимент медикаментов. Нету. Я точно помню, что у меня карточка была. Не нашла, сейчас карточку искала. Скидочную. Ну, я полезло, поделаю. Ей еще порекомендовали натощак за 30 минут до завтрака. Ну, они у меня, как я, просыпаются рано до выхода. Нет, но я просыпаюсь за 3 часа до выхода. Я точно знаю, сколько мне нужно времени привести себя в порядок. Будешь, будешь, все остальное. И мне нужно 3 часа. Им немножечко поменьше. Поэтому им не составит труда выпить колесор. За 30 минут до любви. Все, любимые, подъезжаю до включения. Нету, ведь. Сейчас пробовала дозвониться до горячей линии Волгафар. Это тоже сеть наших аптек. Занято. Наличие есть в трех аптеках. Вот в каких. Ну, сейчас до ближайшей доеду. Может, скажут, где есть. Поеду забирать. Не так-то просто. На сайте раньше зайдешь, удобно. Все сразу напишут. Что, ничего не работает. Не пойму даже. Как-то, знаете, вот все стало как-то усложменно, что ли. Не пойму. Аптека РУ раньше была. Так удобно. Тут же тоже все выдает. Вот сейчас то ошибку выдает. То свяжитесь по горячей линии, которой никто никогда не берет трубку. Да. Конечно. Пошла. Я дома. В общем, не в Волгафарме, не в сети аптек Апрель. Тоже такая известная сеть, да? Наверное, она у многих городах есть. Нашего препарата нет. Заказала я, в общем, через аптеку РУ. Заказ находится в обработке. Даже не пишут число, когда он придет. Но у другого выхода нет. Мы сейчас с вами начнем делать курочку. Я разберу пакеты. Начнем делать курочку. Я уже поставила разогреваться духовой шкаф. Так. Ну и там. БК своего я в офис купила. Третьего такого золотого. В офисе, конечно, он должен быть у меня. Так. Что взяла в этом? Вот Алиночка. Пылесор. Взяла. Такие маленькие пакетики. Ореголь. Чем мне не нужен? Чем мне не нужен? Так. Что я взяла? Помидорки. Мандарины по 69 трубы. Сейчас мы с вами попробуем. Толстой шкурой, как я люблю. Видите, вот они. Вот такие я люблю. Перекресток 69 рублей за килограмм. Сладкий. Можно брать. Можно брать. Ну и так, по минимуму. Использовала я наклейку, как норм. Это лучше. Вот такие яйца куриные. Говорят, крупные. Ну да, они плохие. ЦУ. Они плохие. Сейчас разберу. Сливки взяла 10% для нашей индейки. Индейки индилайк не было. Взяла по распродаже. Даже одну тресла. Вот видите, в магазине, чтобы понюхать. Ну, молоком пахнет, конечно же. Был 249, сейчас 161,85. Ну, срок годности подходит просто. Ну, ничего страшного. Тертый пармезан по распродаже. И на вечер себе взяла грифрум. Все, зима хочется такого вот. Сейчас вам покажу. Вкусный, быстрый, обалденный ужин. Легкий. Из индейки. Нам понадобится смесь овощная. Любая. Я буду использовать гавайску, которую я купила в одни. Вот такой. Снимаю на полку. Для такой же 100 рублей пакет. Индейка. Сливки, яйцо, сыр. Все. Специи. Сыр, перец и специи. Ставим нагревать нашу духовочку. И я начинаю резать индейку. Включаю. Сейчас все уберу и включусь. Ну, поехали. Что нам нужно? Нам нужно доставить на мясо. Ваш любимый ножичек. В моем случае это вот этот маленький. Так, форма. Секунду. Сейчас найду свою любимую форму. Кто-то положил, не в ту полку. Вот моя любимая форма. Она всегда чистая. Но я в любом случае всегда делаю вот так. Чуть-чуть намочу. На раз в две полотенца. И протираю. Все равно, да? Что мы делаем? Капельку масла. Борж. Капелюшки. Для чесночного вкуса. Для чесночного вкуса. Дальше, что мы делаем? Мы делаем индейку. Мы режем с вами нашу индейку. Почему я в тумане? Нет? Посудомойку у меня моет. Вот таких три стаика. Сейчас я посмотрю, хватит, мне нет. Сейчас по брюшу подвину. Сейчас посмотрим, хватит, нет. Обязательно их нужно сполоснуть. Обязательно сполоснем. Промокнем. Все, можно резать. Ой, мимо. Как обычно. Так, видно? Такие стейки можно пополам. И вот такими кусочками. Идейка хорошо пропекается всегда. Но мы сейчас будем смотреть. Может, еще парочку сюда. Из второго лотка. Открываем нашу смесь. Ну, в принципе, хватит, конечно, мяса. Куда? Мы один раз поесть, и овощи. Половину пакета. Половину мы с вами сразу убираем целлофан, но и в морозилку, потому что она очень сильно, быстро размораживается. Очень. И в морозилочку. Есть. Дальше. Сейчас. Мы должны все это с вами дело перемешать. Достаточно снесем пейки. Достаточно курочки. Что мы делаем? Солим, перчим. Это я сейчас помыла в посудомойке. Мед закончился. Вот остатки. Надо мне переложить. Так, солим, перчим. Солим. Рис все равно лишний заберет. Перчим. Наши любимые специи. По щепотечке взяли. Специи много не бывает. И вот теперь можно все это уже хорошо размешивать. Нам больше не пригодится. Достаточно. Все размешиваем. Мне кажется, уже вкусно пахнет. Размешали. Теперь делаем заливочку. Берем в емкость. Наливаем сливки. У меня 10% сливки. Вот так, половиночку. Одно яйцо. Разбилось неаккуратно. Разбилось неаккуратно. Свежие яйца. У меня крупные яйца. Если у вас мелкие яйца, то парочку. У меня крупные яйца. Уже смесь расстаиваются. Еще раз перемешиваем. Чеснока я не добавляю, потому что у меня масло чесночное. Аромат уже есть. Достаточно. Заливаем. И поверьте мне, этой заливки будет достаточно. Берем фольгу. Ребята, все. Ставим нижний режим 30 минут 200 градусов. Сейчас это у нас все пропечется. Минут через 20. Можно посмотреть. На 30 на 35 минут я ставлю. Минут через 20 можно посмотреть, как себя ведет наша и разморозочка, и индейка. Если вдруг вы решите просто добавить немножечко сливок, у нас всегда с вами остается запас сливок. Мы немножечко можем добавить. Но я... У меня не было такого. Может быть, там пару раз я добавляла. Но это по своему усмотрению. И за 5 минут до конца мы открываем фольгу, засыпаем сыром и на 5 минут в духовку. Все. Имбиречек, помидорку можно взять или что-то там остренькое, кто что кушает. И наслаждаться вообще замечательным ужином. Так, я пока отключаюсь. Мы с вами включаемся через 20 минут. И я вам покажу, сколько выделяется жидкости и нужно ли добавлять. Если нужно будет, то добавим. Проблем-то нет в этом. И все. Потом мы добавим с вами пармезан или любой другой сыр, который вы используете. Я его купила только потому, что он был по распродаже. Он был. И российский был без распродажи. Но вот в той фирме российский я брала, мне не понравился. Какой-то запах все равно у него есть такой непонятный. Ждем 20 минут, мои любимые. Открываем и смотрим. Мои любимые. Прошло 20 минут. Смотрите, какая красота. Вот. Видите? Еще сколько сока. Перемешиваем. Сейчас я попробую. Ну, прошло 25 минут у меня. Вон еще сока-сока. То есть мы с вами ничего не добавляем. Мы с вами сливок больше не добавляем. Так. Все возможно. Стрихнуем. Видите? Все. 25 минут. Она полностью готова. Индейка есть, индейка. Совсем другой вкус. Но, вы знаете, вообще не соленая. Маловато соль или рис забрал соль. Высыпаем тормозанчиком. И ставим уже без фольги. Полчаса вашего времени. Солить надо чуть-чуть побольше. Чуток. Побольше. Смотрите, какая она сочная. От сливок. Нежная. Приправы крымские. Это вообще. Мне это очень вкусно. У соль вообще другое дело. Вот так сегодня прошел мой день. Всех люблю. Всех целую. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Мне с вами интересно. Надеюсь, вам со мной тоже интересно. Я люблю каждую и каждого из вас. Всем хорошего вечера понедельника. До завтра. Увидимся.